Доброе утро, дорогие товарищи, радио, теле, слушай и зрители! Здрасьте! А мы давно не... Да нет, ну как давно? Всего месяц. Собственно говоря, мы продолжаем размножаться. Нас становится все больше. Скоро дети появятся у нас. Да, плодимся. И в этот раз мы размножились еще в женскую сторону. Они будут похожи на меня. Да, на него. Да не приди, Господь. Не приди, Господь. Ну а что делать? А куда деваться? А что ты вообще хотел? От потомка казачьего атамана. Не надо говорить о моих желаниях в прошедшем времени. Ну ладно. Я хочу, а не хотел. Ну мы все-таки вернемся сюда. Для начала я вернулся. Вы меня видите? Я тут, на самом деле. Я сбежал с Урала, потому что я призвал хитец, и вот это вот дам. Сурала. Да, 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 с Урала сбежал. Не суральских лагерей, а с Урала, да. Да. Вот дама сказала, что мы ничего не понимаем в сексе. Ничего не понимаем в сексе. Хочу вам представить. Вот это вот. Она права. Да, вот это вот прекрасная дама. Скажем, ничего не понимаем в сексе. При этом она имеет два, два высших образования. По-моему, экономистов, если я ничего не путаю. Вот. Имеет двух или трех детей. Шесть. Одного. Одного. Который стоит шестерых? Вы сами сказали. Я помню, что детей было много. Да, прекрасный ребенок, но его много. Да. Вот. Поэтому, соответственно, она нас сегодня научит, в чем мы не правы. Потому что Хефис там ляпнул какую-то чушь. Я сказал, могу повторить. Ну-ка, скажи эту чушь. Нет, но я же должен как-то немножко преамбулу эту подать развернутым состоянием. Какую амбуну? Минуточку. Ты дашь мне сегодня говорить или нет? Все, ладно. Если нет, то я и не буду. Ну, да ладно, я вообще могу идти. Я тут лишний. Итак. Стыдите лыжица, шутить над дураком и спорить с женщиной. Все то же, что черпать воду решетом от всех троих избать нас Божий. Михаил Юрьевич Лехович. Он типа умный. Сегодня мы будем заниматься заведомой глупостью. Мы будем пытаться спорить с Машей. В самом тяжелом положении нахожусь я. Я объясню. Я объясню. Во-первых, я самый старый. Во-вторых. Не старый, а взрослый. Да какой он взрослый? Он не старый. Вот, вот, матерый, матерый, матерый. Во-вторых. Мою жену зовут Марина Королева. Да, это ужасно. А девушку, которую я себе дарил слой, зовут Мария Королева. Мария Королева, это ужасно. Такое сочетание. Поэтому не спутаться для меня физиологически тяжело. Я вспал в ступор просто. Просто вспал в ступор. Я думал, как он будет выкручиваться. Ты выпадал из него когда-нибудь вообще? Я никогда. Я в нем нахожусь постоянно. Молчи поэтому. Молчу. Наконец, в-третьих, я вынужден перед тем, как мы вступим в этот спор, сформулировать его тему. Можно я сформулирую? Ну, я уже молчу. Я сказал, что Машеньку возмутило. Что измена для мужчины, сказал я, вещь столь же обычная и нормальная, насколько необычная и ненормальная она является для женщины. Это правильно? Имя скажи, мне не надо. Правильно. Это Машеньку возмутило. При этом Машенька не является феминисткой. Вы же не феминистка? Нет. Вот. Поэтому я спокойно и с радостью могу с ней бесить. Потому что я очень боюсь феминисток, Машенька. Ужасно мне обидеть. Хорошо. Они хорошие. Они хорошие, да. Поэтому для того, чтобы наш спор носил хоть какой-то очерченный характер, я сформулирую свою позицию. Можно? Да, пожалуйста. Отлично. Человек имеет двойственную природу. Это единственное известное нам существо, имеющее двойственную природу. Биологическую и социальную. Человек – это биологическое животное и социальное животное. Как биологическое животное, человек делится на самцов и на самок. Любой биолог скажет вам, что задача самца – покрыть в максимально короткое время максимально большое количество самок. Для того, чтобы поддерживать уровень популяции в должном состоянии. Может, красивее скажу. А пылить больше количества цветов? Нет, минуточку. Поверь, минуточку. Ну ладно. Человек – животное, но высшее. Не надо сравнивать его с пестиком или с насекомым. А чем тебе пестик не понравился? Пестик мой очень нравится мне. И цветку любому, я думаю, тоже нравится его пестик. Но не сбивай меня с последней мысли. Я таким молчу. Так вот человек – высшее животное. Поэтому он не просто покрывает самок, но в лучших своих проявлениях он заботится о подрастающем поколении и о здоровье самок, таская им жратву. Значит, биологическая задача самца – еще раз покрыть максимальное количество самок, уберечь их от посягательств других самцов и врагов и уберечь по возможности от тех же посягательств подрастающее потомство. Биологическая задача самки совершенно иная. Она должна вырастить то потомство, которое подарил ей самец. Подчеркивая это, Фрейд сказал, что мужчина, избегающий половой близости, и женщина, стремящаяся к ней, одинаково нуждаются в терапии. Да какие ли? Сейфи цитера дядя Зяму. Итак, в биологическом смысле для самца понятия измены вообще не существует. Потому что постоянная измена – его биологический долг. Хорошо. А, допустим, сколько мужчине нужно женщине? Машенька, дайте я захочу. Он читает лекцию. Осталось минуточку. Он читает лекцию. Это биологическое. Но мы же не скоты, мы же не самцы и самки, мы еще и социальные животные. Вот. И тут я перехожу к вашему вопросу. Сколько мужчине нужно женщине? Погоди, посмотри, если орлов впал в ступор, он находится в общем, как он глубокий. Саша, единственный, кто меня понимает. А, ну может быть. Я должен оправдать свою импотенцию. Поэтому я все это вот тут и это. Значит. Ничего не понял. Кто ты не понял? Я ничего не понял. Ты живешь до моих лет, поймешь. Да откуда? Как социальное животное, человек облагораживает свои инстинкты, вводя в них табу. Вот. Что такое табу? Нельзя. Да? Это нельзя характерно рамкам той цивилизации, в которой живет данный человек. Мы живем в рамках иудо-христианской цивилизации. Западной цивилизации. В рамках этой цивилизации понятие измены существует. Безусловно. Оно прописано в соответствующем моральном кодексе общества. И иногда прописано в юридическом кодексе этого общества. В некоторых странах. Не всегда, но иногда прописано. Так вот в социальном смысле, для социального животного, понятие измены существует безусловно. Оно определяется теми рамками, в которые вводит данного человека общество. Поэтому, Машенька, отвечаю на ваш вопрос. Сколько мужчине нужно женщин? Чтобы остановиться. Чтобы остановиться. Тут вы сразу выходите в третью область. Вы из биологии и социологии перепрыгиваете в сексологию. И в статистику. И в статистику. Потому что одному мужчине вообще ни одна женщина не нужна. Он такой. Вот он просто холоднокровный такой. У него низкая потенция. Низкий национальный фон. Ему и жена-то не нужна. А не то, что там много любовниц. А другой, если в день не совершит три прелюбодеяния, причем с разными женщинами, он сойдет с ума или убьет кого-нибудь. Это ты про себя? Ну, если бы. А посередине находится так называемый общий статистический ряд, который гласит, что в принципе у среднестатистического мужчины, живущего в рамках западной цивилизации, бывают в жизни два-три сильных романа, которые не обязательно заканчиваются браками. И еще примерно семь увлечений. Это среднестатистический мужчина. У среднестатистической западной женщины бывает в жизни один-три-два сильных романа и три-три-четыре мимолетных увлечений. Это статистика. Ее можно найти в интернете. И это все, я подчеркиваю, мы говорили о биологическом аспекте, о социальном аспекте и об аспекте, скажем так, медико-социальном. То есть сексологическом. Мы не затрагивали психологический аспект, который заключается в том, а что такое измена, собственно, вообще и существует ли она. Ну, можно, допустим, же измена, она же существует, имеется в виду не только в браке. Ну, допустим, если мужчина и женщина встречаются вместе, мужчина изменяет ее. Это тоже можно сказать. Маша, давайте договоримся о терминах. Вот, да. Давайте договоримся о терминах. Что такое измена? Что такое измена? Причем я предлагаю, чтобы каждый из нас дал свое определение. У меня очень четкое представление, поэтому ляпну первое. Товарищ Бархатов. Да, измена – это недопустимая, неправильно скрытая информация. Раз. Машенька, вы поняли, что он сказал? Человек, объясню, очень просто. Человек страдает не от самого факта измены, а от информации об этом. Чаще всего, даже больше женщины страдают, я имею в виду. Потому что, насколько я, опять же, я очень долго изучал просто эту тему, измены и так далее. Я маленько поспорил, что мужчины чаще женщины изменяют, но суть не в этом. Это статистика, причем? Бор с ним. Вопрос не в этом. Вопрос заключается в том, что женщина, в основном, насколько я знаю, страдает от факта, не столько даже сексуального какого-то контакта, а от факта именно душевной измены. То есть, если, предположим, кто-то ходит на свидание, то он может даже еще хуже, чем заниматься сексом. Стой, стой, Андрюха, не растекайся, мысль по древу. Ладно, ладно. Итак, я просто перейду на русский язык. Мужчина, который сумел скрыть от своей женщины факт измены, ей не изменял. Он ее любит, он не хочет ей дочкочить боль. Мужчина, который скрыл от своей женщины факт измены, ей не изменял, правильно? Не изменял. Что такое измена, Машенька? Совершенно верно. Я бы еще хотела добавить, что измена, допустим, она может видна, как у женщин, я могу сказать, что по поведению мужчины. У него может быть такая, ну не депрессия, но такое, если, допустим, я так полагаю, что не получилось, или что-то сорвалось, или что-то ему не понравилось в факте измены своей, да, то как бы он приходит как бы либо удрученный, то есть как бы он сожалеет. Машенька, что такое измена? Вот как вы понимаете, вот в вашем понимании, как бы вы определили измену? Измена тоже тут зависит от того, какие отношения между мужчиной и женщиной. Машенька, вот вы лично, моя дорогая, что такое для вас измена? Не надо вот, вот для вас. Вот он сказал, да, что такое для него измена? Он сказал, что измена – это несокрытая информация об измене, правильно? Да. Для вас что такое измена? Измена – это потеря доверия. О! Ну, видите, шикарная формулировка. Потеря доверия вас к тому, кто и... да? Да. А, понятно. Которую остановить, конечно, нечего. Ну нет, все, разбитую чашку не склеишь, моя мама сказала, да. Я думаю, что измена – это процесс при полном противлении хотя бы одной из сторон. Ой! Тихо-тихо! Измена – это процесс при полном противлении хотя бы одной из сторон. Я пояснил. Расшифруйте, доктор. Есть отношения, которые не предполагают, у которых вообще невозможна измена как таковая. Так называемые свободные отношения. При этом люди могут быть в браке или не быть в браке. Ой, как бы я поспорил. Нет, подожди. Мы же сейчас пока... Нет. Если и он, и она относятся к этому легко и одинаково легко, измены не существует. Эти люди искренне договорились вот так. Я поставлю эту самую небольшую... Это большой вопрос. Пархатов, ты ужасен сегодня. Я отвратителен. Ты соскучился. Он очень возбужден. Да, да. Помолчи. Я думаю, он принесет как раз успокоен. Он расслаблен. Хотя, он нашел девушку 21 месяца. Брешь, брешь, брешь. Года. Хорошо. Брешь, да. Значит, как только появляется страдающая сторона, вот тут можно говорить об измене. О! Итак, Саша, измена... Это не важно. Он, она, это абсолютно не важно. Это статистику к черту. Это не важно. Кого больше в данном случае, кто чаще. Это все неинтересно и не важно. Интересно. Мы говорим о, так сказать, ну, немножко философском смысле измены, да? Да. Философско-практическом, когда он вне пола находится, да? То есть, он идет, вероятно, все-таки, наверное, идет от нарушения инстинкта владения. Если между людьми сильная степень любви как доверия, степень открытости, и в этот момент один из них замечает, обнаруживает, понимает, чувствует, что вторгается кто-то в эти отношения со стороны партнера, это означает, что они перестают друг другом владеть все цело. Здесь есть элемент ревности. Я об этом и говорю. Почти, Саша, измена – это нарушение договоренности одной из сторон. Ну, это внешняя сторона такая. Правильно я сказал? Измена – это факт нарушения договоренности одной из сторон. Правильно? Ну, не классная договоренность. Ну, что, может, это классная? Ну, люди договорились, мы с тобой друг другу не изменяем. И пишут это в брачном контракте. Такое может быть? Ну, это одна из форм. Кто-то же не говорит и не пишет. А кто-то просто говорит, валя, давай договоримся. А просто имеется, нет, кто-то вообще всего этого не делает. Просто имеется в виду, это и так понятно, исходя из их отношений, что хотя бы на этом этапе это вообще не гласно или негласно. То есть, измена – это факт нарушения, на твой взгляд. Гласная или негласная договоренность – это одно из сторон. Правильно? Ну, да. Теперь я скажу, что такое измена. Можно конец-то, я дождался этого. Я скажу, что такое измена вообще, на мой взгляд, и что такое измена для меня? Вот для меня. Измена вообще, на мой взгляд, это то, что обиженный называет изменой. Да. Один человек может считать изменой, когда его девушка просто прошлась под руку с другим мужчиной. Для него это измена. Другой, другому нужен сексуальный контакт. Я знал одного человека, который говорил, оральный секс – это не измена. Это очень характерно. Да, да. То есть вот для меня вообще понятие измены заключается в том, что в это понятие вкладывает обиженная сторона. Знаете, случилось чудо. Не дается сказать. Да, не скажи. Это кошмар. Случилось просто чудо. Хочу ставить ремарку. Хочу ставить ремарку. Да, я хочу ставить ремарку. А ремарк умер, между прочим. И ставить ему очень тяжело. Ты знаешь, есть определенные... Есть определенные категории людей, они называются некрофилами. Они чего угодно могут. Давай чуть ближе. Вот. Да, чуть ближе. В каком смысле? Я от тебя далеко, и слава богу. Вот. Я к тому говорю, что на самом деле тут... Я уже боюсь с ним разговаривать. Я умолчил. Говори со мной. Короче говоря, я впервые согласен с доктором Хейфиксом. Честно скажу. Потому что на самом деле, как нет общего представления о том, что такое любовь, потому что у каждой пары это будет очень сильно по-разному, да? Что такое семейная жизнь, так наверняка это все из общих категорий. Потому что, в принципе, измена, она как раз в ту же помойку, что и любовь и семейная жизнь. Примерно. Ну, в принципе, да. Но, как бы, статистически, в общем, многие понимают под изменой примерно одно и то же. Многие. Не все. Ну, точно так же, как многие понимают под любовью одно и то же, но все равно кроет это по-своему. Да, безусловно. Мы забили девушку в тупой угол. Машенька, что вы хотите сказать? Ну, традиционно, конечно. Конечно, я согласна, что обиженная сторона, как она представляет себе. Но все равно же существует традиционное понятие договоренности или недоговоренности. Мы живем, допустим, вместе. Ну, как бы, понимать. Машенька, вы знаете, что такое открытый брак? Это современное понятие. Подожди. Йорк, подожди. Это не тот случай. Я хочу, чтобы Маша договорила. Чтобы никто из нас ее не перебивал. Нет, она не договорила. Маша остановилась на том месте, где мы живем вместе. И как же так? Что как же так? Ну, вот как же так. Вот мы договорились жить вместе. Вот само это понятие вместе. Да. Не-то разумеет под собой третьего лишнего. Да. Вот откуда берется понятие измены? То, что я понимаю. Вот. Теперь мы переходим к очень интересному вопросу. Откуда это берется? Почему этого сегодня нет, а послезавтра это появляется? И входит в нашу жизнь, и разрушает ее, как правильно. Ну, это известно. Ну, не всегда, конечно. Это уже не всегда разрушает. А вот господин Хиппи вначале сказал. Не всегда разрушает? В самом начале, что очень разные люди. А переходит, может быть, на новый уровень отношений. Допустим, более, может быть, свободных, без собственничества такого. Ярное собственничество. Такого уже нет. Как бы люди понимают, что если они хотят жить вместе, надо дать немного свободы. Но мы будем жить вместе. Нам удобно жить вместе. А рамки свободы? А вот рамки свободы, опять же. Что такое немного свободы? Секундочку. Я хочу понять, это интересно. То есть, в итоге, оба в какой-то момент приходят к мысли о том, что надо бы дать свободу другому. И самой семье. То есть, они уже не страдают. Не скрывают. По-моему, это вот то. А это надо спрашивать, конечно, и мужчину, и женщину в браке. Но если они так договорились, и в результате все равно они вместе. Открытый брак. Нет, но это то, о чем вы препятствуете. Это как раз вопрос, как раз тема неинтересная. Здесь все понятно. Здесь нет измены как таковой. Она пропадает в одно мгновение, как только они договорились. Искренне договорились. Я говорю об обновлении. Кто-то к этому приходит. А кто-то сразу договорились. Нет. А бывают другие случаи, на самом деле. Говоря об открытом браке, бывают другие случаи. Мне очень нравится. Пройду в пример одной из серий нелюбимого доктора Хефицем, доктора Хауса. Чтобы он сгорел. Да, он уже давно сгорел, что сезон закончился. Успокойся. То есть там очень интересно есть история. Как раз вот женщина тяготела к такому открытому браку. А муж, собственно говоря, из-за большой любви к ней просто принял эту игру. Он на самом деле в тайне страдал. Тайны страданий доктор Хефиц может объяснить, чем заканчивается. Это нечестная игра. Да. Это обреченная игра. А это очень часто, на самом деле, история вот так называемых открытых браков. Это вот так. Поэтому давайте не будем говорить об открытых браках. Да. Потому что на самом деле... Это неинтересная тема. Это тема к изменам. Это тема к заведомо измене. Она заведомо закончилась. Там нет измены. Значит, мы говорим о тех браках... Когда люди не хотят. Где есть страдания, где один вдруг становится другим человеком. Где есть элемент сообщества. Вот иначе. Да. Вот. И поэтому, Маша, мне интересна ваша точка зрения. Если это не открытый брак, и люди были вместе, и вдруг один замечает что, то что? Человеку нужны новые ощущения. Его устраивают старые, но нужно что-то новое в жизни. Это кто говорит вот сейчас, Машенька? Это говорит вот женщина, которая заметила, что ее муж ей изменил. Мне не... Но я не вас имею. А то есть сама, да? Нет, моя личность не говорила вообще. Вы же так. Вы говорите от имени женщины. Или вы говорите от имени человека. Вы... Вообще человека. Гипотетически. Нет, конечно, мне хотелось бы в этом случае, конечно, женщина, но которая хочет понять и поведение мужчины. К чему, вот, к какому мирному соглашению, как бы, да, можно прийти? А, то есть вы рассматриваете такой вариант. Но вас интересует как бы... Нет, нет, сейчас по-моему я посмотрю. Не первопричина. Нет, нет, нет. Я летит сумму, смотри, смотри. Она рассматривает такой вариант, что вот живут женщина и мужчина. Оба умные, интеллигентные люди. И вот жена заметила, что муж ей изменил, да? И она не устраивает скандал, не бьет его по башке сковородкой и начинает думать, да? Да. Почему он мне изменил? Да. Так. И к каким выводам, по-вашему, она придет? Может прийти, гипотетически. Что нужно дальше жить вместе, если это устраивает мужчину, поговорить с ним? Поговорить с ним. Первое, это идет, конечно, разговор. Это очень умный поступок. Либо это действительно ему нужны новые ощущения. Вот как вот мы уже говорили в начале, что мужчине нужны лечения. Да. Если среди садистического, обязательно у него будет там все не увлечение, да? Допустим. Да. Это пройдет у него. Да. Возможно. Да. А возможно нет. И не перерастет в другой брак. И тогда, если это проходит, они остаются дальше вместе и их все дальше устраивает. Да. Либо нет. То есть Маша рассматривает совершенно, ну очень редко, на мой взгляд, встречающийся в жизни вариант. Когда вместо скандала одна из сторон уличает другую в измене, да? Умная жена или умный муж не устраивает скандал в своей второй половине. Начинает говорить, дорогая или дорогой, я знаю, что вот это случилось. Не надо оправдываться, я тебя ни в чем не обвиняю. Да. Скажи, пожалуйста, что случилось? Чем я для тебя плоха или плоха? Что я делаю не так? Да? Да. Чем я толкнул тебя на измену? Правильно? Да. Правильно. Хорошо. Вы сами вот на это способны? Да. То есть если ваш муж вам изменит и вы это увидите, вы не станете бить его шваброй по башке, а скажите, дорогой, что случилось? Я хочу... Бить шваброй или не бить шваброй, это абсолютно не важно. Это внешняя реакция, она может быть неинтеллигентной, неинтеллигентной, это абсолютно не важно. Не важно. Я хочу вернуться к сути, к корню. Если, хорошо, допустим, женщина, уличая традиционно, мужчину в измене, подавляющее большинство жиль, ну ладно, статистика тоже ни при чем, она видит свою перспективу и смысл нахождения с ним дальше? Маша говорит, видит. Видит. Почему? Ну вот Маша лунная девушка. Почему? То есть она, исходя... Можно я скажу до Маши? А ты девушка, что ли? А я круче, а я не вжелательствую в этой ситуации. Она видит это, исходя из практических соображений? Или из соображений человеческих отношений, которые, как ни странно, для нее продолжаются? Мне интересен этот мужчина. Меня он устраивает в быту, в постели. Почему? Я должна отказаться. Вот я про это тоже хотел сказать. Я не вижу разницы, на самом деле, между мужчиной и женщиной, как и обратная ситуация. Нет, разницы нет. Вот я говорю, что если ты, вот этот человек, который там, ну как-то, ну не так совершил, неважно, он может быть не только изменен, он может сказать чего угодно, каких-то других его слабостей, но в принципе, как человек, он тебя устраивает. Ты хочешь быть с этим человеком. И ты, понимаешь, отдавай себе отчет, как взрослый человек, вот, без каких-то перекосов в черное и белое, что это тот минус, которому тебе придется мириться. И ты взвешиваешь, можешь ли ты в дальнейшем всю жизнь мириться с этим минусом. Да, но возможно, другая ситуация. Сам факт измены второму человеку, которому изменили, открывает глаза на то, что оказывается, теперь это другой человек, и ты живешь с другим человеком, не с тем, с которым, а другой. И это теряет смысл. Тебе новый человек не нужен. Нет, смотри, вот начинается другая история. Насколько вот этот человек меняется уже, другой человек, да, вот тот, кто изменил, насколько он меняется. Потому что в одном случае, вот эта ситуация может человека, не то чтобы остановить, но сделать маленько другим, более бережно относиться к своей паре, да. А наоборот, а какому-то человеку, может быть, более мелкому, он развивает руки и говорит, а, так мне все с рук сходит, так я буду себя так вести. Понимаешь, это разные вещи. И вот тут уже на самом деле тот, кто первый раз на такой разговор пошел, он может второй, ну не второй, может третий, четвертый раз уже не пойти на этот разговор. Он поймет, что уже теперь ушла эта ценность. Андрюш, ну мне кажется, ты тут некорректно вот в каком смысле рассуждаешь. Каждый человек отвечает за себя. Я знаю. Он не должен отвечать за то, как к этому разговору отнесется вторая половина. А я не предлагаю отвечать. То есть женщина, которая затеяла этот разговор с изменившим ей мужем, она отвечает только за себя. Она делает все, чтобы сохранить семью. Причем я бы сказал, она за себя на данный момент. А подлец ее муж, который поймет, что, ах, мне все сходит с рук, я и дальше могу. Или он не подлец. Ты не понял. Не в этом дело. Она первый раз не поговорит. А если проявится вот эта ситуация подлеца, просто на второй, на третий разговор она может уже не пойти. Совершенно верно. Я про это говорю, понимаешь? Ровно про это. То есть вам нужен... То есть вы можете один раз попытаться выяснить что-то. И если причина в себе, то как-то что-то изменить. Но если вы увидите, что все ваши старания ни к чему не приводят, а он все равно... То смысла нет. Вы все-таки даже если вы любите этого человека. То есть... Маша, вы чуть-чуть на мой взгляд себе противоречите. Почему? Есть границы. Может быть, я просто самым... Я поэтому и захотел... Не правильный понят. Я слушал предыдущие слова Маши. Если Маша, если он вас устраивает после факта измены с этой, с этой, с этой, с этой стороны, то какая, в общем, разница? Сколько раз он вам изменил? Вот в этом и вопрос. И как это измерить? Где достаточно, а где уже перебор? Да, каждая женщина. И каждая женщина себе может сказать. Либо просто закрыть на это глаза. Ну да, ну... И закрывать. И закрывать дальше. Да. Да, вот он изменяет. Просто он такой человек, он творческий или какой-то другой. Она вот уважает его творчество, ее все устраивает. Может быть, как бы... Ее это устраивает. Мы говорим о тех случаях, когда не устраивает. Когда устраивает, все понятно. Если не устраивает, то действительно... И почему, главное, по-другому не устраивает? Зачем? Что ее обижают? Или не обижают? Ну, здесь... Каждая женщина по-разному. Это, понимаете, контакт с другим человеком, он может что-то, допустим, мужчина, да, какую-то болезнь лицепить, там, через поцелуйчик, как-то иначе. Ну, это понятно. Нет, нет, я имею в эти все-таки в этом и переходе в обуви. Душевно-духовное переживание. Ну, а как же... Вот он заразился сам, заразит жену, ребенок. Нет, нет, это мало интересного. Это совсем другое. Я вам покажу, что если мужчина так себя ведет, да, то есть если он на какой-то более-менее регулярной основе изменяет своей жене, да, или своей женщине, и при этом не предохраняется, он просто не культурный человек. И здесь, на мой взгляд... Ну, и вообще, здесь, на мой взгляд, проблема, которую мы обсуждаем, как-то наиболее неинтересная. Это, знаете, такое низменное поведение. Тут женщине, на мой взгляд, модифицировать свое поведение и как-то пытаться пристроиться уже не стоит. Он просто ведет себя как скотина. Нет, ну, мы знаем, что вот актеры, они часто изменяют, да, Я все пытаюсь вернуть наш разговор вот к чему. Потому что если в паре очень сильные духовно-душевные так называемых отношения, помимо биологических, сексуальных, каких угодно, есть очень сильная духовная связь, да, то в этом случае измена приобретает совершенно иной оттенок. Ну, Саш... Если это понятно, о чем я говорю. Ну, Саш... Или это неинтересно, насколько... Конечно. Потому что, по-моему, это вот и есть квинтэссенция измены. Что? Ну... Саш, подожди. Измена то, что каждый считает самым изменением. Да, но просто в такой паре люди очень ярко чувствуют. Не всегда. Я тебе скажу, что я знал... Ну, я говорю про тех, которые чувствуют. Нет, минуточку. Я знал несколько пар, где были очень глубокие духовно-душевные отношения, да, и где муж просто неоднократно не то что ловил там, был свидетелем того, как буквально на его глазах ему жена изменяет. И когда возмущенные друзья говорили, Гоша, ну, я условно там, Гоша, Сережа, как же ты терпишь, он смотрел и говорил, ребят, вы что, дураки, что ли? Это же просто два куска мяса трутся друг от друга. При чем тут... Это одно источек зрения. У нас с Валей, говорил он, такие тесные духовные, душевные связи, мы так друг друга проросли, да я вообще на это внимание не обращаю. Это, знаешь, что это у тебя... Я на его стороне. Причем был искренен. Нет, нет, секундочку, на его стороне. Разумеется, бывает и такое. Я ему говорил, это счастье, когда есть такое отношение. Я ему говорил, слушай, я так не могу, говорил я ему, если я вижу или узнал, что с моей женщиной кто-то спал, я больше никогда не лягусь с ней в постель, говорил я ему. Он мне говорил, ты просто плохо воспитан. Нет, секундочку. Я совершенно не могу. Наконец, спустя два часа, мы начинаем говорить о том, о чем надо говорить, о самых экстремальных случаях, потому что говорить о не экстремальных неинтересно. Если моя жена или моя женщина, если я узнал, что она с кем-то целовалась, старый жена, подожди, целовалась, спала, идем глубже. Почему это тебя так... Потому что я собственник, это моя женщина. Не, она не моя. Понятно. А можно еще глубже? Пожалуйста. А куда еще глубже? Ну, я имею в виду, в чем суть собственности? Почему тебя это так задевает? Слушай, мы уходим в какие-то глубинные золокические архетипы. Я это не знаю. Меня это задевает. Я такой человек, да? Вот смотри, я такой человек. Это моя женщина. Это мой дом. И все, я такой человек. Я просто вижу просто по характеру разговора, что мы в одну передачу эту тему не уместим. А не надо? Да, поэтому эту глубокую часть вот я предлагаю, да, оставить. Потому что это очень интересно, но это может быть отдельная передача. Потому что вот нам пришла дама с конкретным вопросом. И собственно говоря... С вопросом? У Машенька пришла с решением. Маша хочет рассказать, что не хватает мужчинам? Да. Что? Почему? Я думаю так вот. Давайте мы сейчас заткнемся, и она нам расскажет. Это будет интереснее. Откуда она знает, что не хватает всем мужчинам? Ну пусть она скажет. А пусть скажет, по ее мнению. Окей. Но только мы заткнемся. Да. Я уже молчу. Молчи, говоришь, молчи. Я считаю, что каждый мужчина все равно ищет свою женщину. Изменяет там, будет он ей изменять или не будет ей изменять. Другое дело, что он ее не находит. Никогда? Никогда, никогда? Есть вопрос. И вот он в этом подборе к себе, к себе своей половины, в этом подборе он либо может потеряться вообще, и та моя, и та моя, и та вроде бы, а та не моя. Но все равно кандидатов очень много. Вот как мужчина делает выбор? Какая ее половина? Я обострю. Мне очень важно. Вы сейчас сказали потрясающую вещь. Мужчина вообще никогда не находит свою женщину? Ну есть же такие мужчины. Есть древняя легенда на самом деле про пресловутые половинки, что все люди половинки, да? Не скажите так. Есть такие мужчины, которые нашли свою женщину раз и навсегда и успокоились. Или, сейчас вот внимательно меня послушайте, или на самом деле это они просто себе говорят, чтобы успокоиться, а на самом деле, значит, вы считаете, мужчина никогда не найдет идеальную женщину. И всегда будет сравнивать и выбирать, и как бы он ее не любил, и как бы он себе не говорил, ты моя одна, любимая, единственная, это все слова. А на самом деле, думаете вы, он все равно идет по улице и продолжает сканировать. искать себе свою вторую половину. А вот теперь я соглашусь вашу руку? Да. Можно мне тоже? По рукам пошла. Слушайте, это офигительно. Нет, это очень правильно, я согласен. Вы просто молодец. Вы в самую, вот я ведь тоже так считаю, ты знаешь. Я вот, хорошо, а женщина? Вот женщина тоже так себя ведет? У женщины есть ребенок, и она успокоилась. А если нет ребенка? Если нет ребенка, это нетипично. Хорошо, а если есть ребенок, но не успокоилась? Я знаю много. Значит, у нее болезнь матки. Подожди, подожди, матки, падки, ты много знаешь. У нее есть ребенок, а она не успокоилась. Такое может быть? Или вы считаете, что вот она родила ребенка, и она по улице идет и не сканирует дальше? Краем глаза не на все 100% сканируют. Да, там 15-10% так, ну, может быть, кто-то привлек ее внимание. Вот остановился взгляд, вот привлек внимание. Как картина, просто приятно посмотреть. Да. Нет, это вопрос отношения, просто легче, женщины к этому всерьез не относятся. А мужчина готов к этому сканированию, к результатам сканирования, отнести все ее. Вот как здорово сказал Фрейн. Еще раз напомню вам, что он взял сетирует. Мужчина, избегающий половой близости, и женщина, стремящаяся к ней, одинаково нуждаются в терапии. То есть мужчина всегда, даже если он женат на Софи Лорен в Кубе, или в 10 степени, он все равно идет по улице и говорит, и что? Ух ты. А, ух ты. А женщина? В меньшей степени этим занимается. Юра, так скажем. Есть одно большое но. Мысли и поступки абсолютно разные вещи. Конечно. Человек социальное животное. Потому что внутри, внутри каждый из нас удивительно четко. Безусловно. А куда еще деть дофамиды, эндорфины, прочую хриску? Безусловно. Они просто держат себя в руках. Нет, нет. Вот это социальное животное. Да. А вот биологическое животное. Маша, еще раз. Позовем, что Маша сказал. Значит, Маша говорил только о биологической стороне. Да. В биологическом смысле мужчина всегда ищет самку. Ну, это очевидно. Это биология. А женщина не ищет все время нового самца. Да. Мужчина все время ищет новую самку. Итак, у нас обрыв. У нас был технический обрыв. Мы разговором немножко затянулись. У нас оборвался кабель. Дама ушла. Дама же не может работать без электростанавливания. Вообще мы что-то... Доктор Хеффик взяв концы, полз и соединял кабель. Взяв конец. Не надо присваивать не несуществующих качеств. Я взял конец. Он оборвался тоже. Дама на батарейках не работает. Поэтому мы повторяем без дамы то, что хотели сказать. Надеюсь, понятно, о чем идет речь. Словарь не нужен. Я выводы хочу сделать. Вы никак не даете сделать выводы из того, что вы не живете. Из всего того бреда, который мы тут 40 минут несли. Итак, я подчеркиваю, я настаиваю, что биологическая измена не существует. Ибо задача самца за максимально короткий срок покрыть максимально возможное количество самок. Поэтому обвинять мужчину с биологической точки зрения в измене – это нелепо. С точки зрения биологической же, измена самки вообще абсурд. Потому что самка не для этого создана. Она создана не для постоянного поиска самцов. Она создана для того, чтобы вынашивать полученное потомство. Теперь с точки зрения социальной. С точки зрения социальной. Мужчина виноват в измене ровно постольку, поскольку его винит в этом обычай, принятый в этом социуме. По-моему, ты социуме социуме как-то расплел. Ну как? Нет. Скорее, вторая половина. Вторая половина кого? Его семей винит. Нет, подожди, ее тоже винит. Вот в социуме существует... То есть и мужчина, и женщина виноваты в социальном смысле. Измена есть для мужчины и женщины только в тех рамках, как эти рамки определяет данный социум. Очевидно. Ну, например, то, что в Африке не измена, в Европе измена. Ну так грубо говоря. Поэтому в социальном смысле измена существует. И она строго привязана к социуму. В психологическом же смысле, я бы даже сказал, в сексопатологическом смысле, измена – это то, что считает изменой тот, кому изменили. Мне кажется, мы окончательно заморачивали людям. Да нет, нет, по-моему, все очевидно. Три взгляда на измену. Хорошо, господин Орлов, что об этом изобразии скажет. Ну, я в общем согласен с тем, о чем говорил Юра, о биологической стороне дела и о социальной. Другое дело, что меня, например, больше занимает и интересует именно социальная сторона, так называемая душевно-духовная. То есть, социальная или душевно-духовная? Ну, Саня, подожди, социальная – это когда ты говоришь. То есть, тебя интересует, считай, что общество тебя изменит. Нет, 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 обществ меня вообще не беспокоит. Социум в рамках пары. Ну, это что? Это не социум. Ну, не социум. Это вот именно то, что я называю психологической оценкой положения. Хорошо. Вот есть мужчина и женщина, да? Вот они, у них формируется свой индивидуальный микрофон. Да, я просто вот что хочу сказать. Я считаю, что с годами люди настолько, как это не банально звучит, врастают друг в друга, что образуют нечто общее. Помимо личности каждого существует нечто, объединяющее их. Это однозначно. Настолько, что... То есть, степень эта необыкновенно сильна. И когда кто-то из них позволяет себе не по ошибке, а осознанно впускать в этот мир кого-то еще... Это когда уже возраст, когда уже сильно в городу без вреда было, да? Ну, да. Конечно, это не в 16 лет, не в 20, это там в 30. Когда уже прожито много-много времени. Да, когда наросло вот это прорастание, да? Когда есть единый организм. И подчеркиваю, при том, что сохраняются личности каждого. Это сочетается. И вот когда появляется третий, который кем-то из этих двоих впускается, вот это некий подрыв доверия не только души, но и тела. Тела тоже нужно беречь. Есть некое общее даже тело. Сань, а что такое не по ошибке? Вот я взял... Нет, ну, я могу себе представить, что два интеллигентных человека, один из них, ну, в состоянии аффекта, позволил себе... Так не в этом же дело. Вот я взял у меня бес, ударил в ребро. Я прихожу к своей жене и говорю... Вот она меня просто поймала. Я говорю, дорогая, прости, это ошибка. Да. Ну, легко. И что? И все. Минуточку. Я же говорю, она-то. Она, вот она. Меня не интересует та сторона, которая обижает, в кавычках. Меня интересует та сторона, которая обижена. Да. Вот я и говорю, что измена это то, что обиженный считает изменой. Потому что есть масса женщин, которые говорят, дорогой, да на здоровье тебе. Посмотрите. Искренне совершенно. Нет, тогда мне речь не идет. Смотрите, мы говорим уже 40 минут. На самом деле и я... Я пытаюсь все поставить на свои места. Подожди, подожди. Вот мы говорим уже 40 минут. Мы пытались подвести некие только это беседы. Я вижу, что однозначно еще как минимум минут на 40 разговора тут есть, потому что есть очень много полостов, которые не вскрыты. Даме? Все-таки какое-то да. Надо дать даме слово, так как дама, к сожалению, ушла, пока тут хейфистом позов с кабелями. Надо подсоедить здесь снова кабель, она от батареек не работает. Наша дама работает, это розетки. У нас, к счастью, есть техническое видео, которое я пишу не ради видео, а ради синхронизации. Поэтому из этого технического видео мы сейчас выпустим нашу даму. Слово Машеньке. Дорогие женщины, любите своих мужчин, потому что они ваши, они любимые и должны быть любимы. Тогда они тоже, может быть, полюбят вас. Несколько печально. А ты эту руку целуй. Да, вот еще. Несколько печально и обреченно, я бы сказал. Но зато как искренне. Ну и вот. Вот, собственно, она всем пожелала. Она всем пожелала. Типа не гуляйте. Да не гуляйте. Я категорически протестую против привнесения поэтических метафор в обсуждении прозаической темы. И вот этот блесный тип, который написал какое-то страшное количество стихов, хоть и поэтических метафор выступает. Я выступаю за метафору в стихах. Мы сейчас говорим прозой. Не надо говорить, слава богу, что ты обсекся. Ты или осекся, или остановился. Итак. Не гуляйте, да не гуляем и будете. Да? Да. И на этом амон. Главное, слушай. Знаешь, Саш, я все придумал. Друзья мои. Не изменяйте себе, и тогда вам все простится. Вот так. Это все. Саш, лыхаем. Андрей, лепота. Практически лыхаем. Влад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова